Думаешь, бизнес – это не для тебя? Слишком сложно? Скажи «стоп» своим сомнением. Пора действовать. Как открыть собственное дело? Где получить информацию и финансовую поддержку? Практические советы в различных сферах бизнеса. Наши герои добились успеха с нуля, а значит, и тебе это под силу. Составь свой бизнес-план вместе с нашей программой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Это качото с горчичным семенем. Очень интересный вкус у сыра, остренький такой. Это наша паприка, сыр с паприкой. Меня зовут Олег Анюков. Мы находимся в деревне Прокисель, куда мы переехали 3,5 года назад вместе с женой Натальей. Мы ведем подсобное хозяйство. Специализируемся мы на варке сыра. Мы городские жители, полностью всю жизнь жили в городе. Занимались мы бизнесом вдвоем всю жизнь. В какой-то момент все это поднадоело. Захотелось не ходить в офис. Где-то в тишине, в уединении. Как к сыру пришли. Вообще, это заслуга Наташи, супруги. Она все это придумала. Она пробовала, очень много экспериментировала. Варила сыр. Нашло какой-то отклик у людей. Нравилось. Попробовали, мы работали на покупном молоке. Год отработали. Но это большие проблемы. Потому что найти сыропригодное молоко очень тяжело. Нужен специальный рацион. У нас в деревнях коров так не кормят. Долго-долго не решались. Но все-таки купили корову. И вот мы сейчас уже то, что среди сыроваров это очень ценится высоко. Это сыроварня полного цикла. Это когда сыровары и животных содержат, то есть до конечного продукта. Это все очень непросто. Но это очень круто. Потому что ты вот прямо на твоих глазах животное питается. Ты видишь продукт, который оно выдает. Плюс уверенность в здоровье своего животного. Ну и, соответственно, качество. Когда мы переехали в деревню, мы стали варить сыр. Это был бессортовой сыр. Ну, вообще, такой сыр называется имеретинским. С сыром. Это сыр без заквасочных культур. Осетинский сыр. То есть я использовала обычный аптечный пепси для свертывания вместо фермента. И он получился. И это было удивительно, потому что вот оно было жидкое. А через час это стало твердым продуктом. Вкусным очень продуктом. Посуда, формы, закваски и сычужные ферменты. Все. В интернете куча. Есть и видео уроков, и в какой-то печатной форме. Ну, единственное, что оно не получится сразу. Далеко не сразу. Я не знаю, сколько сотен литров молока мы вылили. И куры у нас съели. Сколько сыра, не получившегося. Очень много. Для варки сыра на самом деле в домашних условиях, скажем так, оборудования специфического не нужно. Можно просто взять большую кастрюлю, какую-то шумовку, ложку-вилку и термометр. Ролики, которые на канале YouTube. Это очень такая вот, ну, просто информативная дается тебе какая-то составляющая. Никаких нету точных данных. А сыр любит точность во всем. От количества молока, которое ты берешь, да, для того, чтобы приготовить определенно, определенный сыр. Жирность важна молока. Температура – это самое главное. Вот. И опять же, заквасочные культуры. И когда я ушла от вот этих вот, скажем так, доступных источников, стала больше читать именно уже технической литературы. Стала, в общем-то, вырисовываться уже вот такая вот более картина классического сыроварения. За основу брались сыры итальянского направления. У итальянцев, у них много сыров быстрых. Чтобы не вызревать сыры 6, 8, там, 10 месяцев, 12 месяцев, искали что-то такое, чтобы можно было быстро, полтора, два, три месяца, и чтобы получался вкусный, хороший продукт. Начали с самого простого. Начали с халуми. Это кипрский сыр, самый простой и свежий кипрский сыр. У него есть одна особенность – этот сыр по технологии длительное время вываривается в сыворотке. И поэтому он получается за счет вот этого, очень тугоплавки, его можно жарить. Следующий сыр – это был качета. Потом в нее я стала добавлять все, что только можно добавить. И маслины, и оливки, и пожитник. Это такое зернышко, он еще называется шамбала, придает сыру такой прям насыщенный ореховый вкус. И очень нравится нашим покупателям козий сыр с розмарином. Мне кажется, что это идеальное сочетание. Очень много делаю простых сыров, то есть без каких-то добавок. Также у нас представлены сыры из линейки паста Филата. Мы делаем буратта. Вот, это такой, как я говорю, сырный мешочек, а в нем еще сыр. Ну, моцарелла. Что еще? Мягких сыров делаем очень много. Делаю брынзу, варю. Ну, это из простого. Брынзу мариную в масле со всевозможными добавками. Итак, если вы мечтаете о домике в деревне и собственном производстве крафтовых продуктов, обязательно посмотрите наш следующий материал. Советы от специалистов в сфере экопродукции и необходимая официальная информация в рубрике «Бизнес-блокнот». В теме экопродукции гомельчанку Ольгу Киянову можно считать экспертом. Интернет-магазин натуральных и фермерских продуктов она открыла еще в 2013-м. Начинали с продажи оливкового масла. Сегодня здесь можно приобрести хлеб, сезонные овощи и фрукты, продукты пчеловодства, специи, полезные десерты и другое. Многие продукты от местного производителя. Мы находим людей, которые делают для себя в первую очередь натуральный продукт, когда уже семья накормлена, все знакомые накормлены. Им хочется это каким-то образом продвигать дальше, то есть реализовывать. Мы помогаем это им сделать. Экопродукты сегодня настоящий тренд и полезны, и модны. Ориентируясь на спрос, интернет-магазин Ольги Кияновой постоянно расширяет ассортимент. Впрочем, есть и еще неосвоенное направление. Их, кстати, предприимчивым телезрителям можно использовать как бизнес-идеи. То, в общем-то, чего конкретно нам не хватает для интернет-магазина, это какие-то вкусности, сладости. Сушеные фрукты, причем фрукты, возможно, местные, их делают в качестве пастилы сушеной. Либо могут быть еще как варианты варенье, но с минимальным количеством сахара. Либо они, как правило, добавляют какие-то сахарозаменители. Еще одно направление, которое, собственно говоря, в Гомеле развивается, но пока, скажем так, не очень активно, это направление веганских продуктов. Веганские десерты могут быть очень вкусными. Просто количество людей, которые интересуются данными направлениями, в Гомеле все увеличивается, увеличивается. Отвечая на вопрос программы «Бизнес-план» по поводу прибыльности темы экопродуктов, Ольга Киянова отмечает, заработать можно на всем, что человек любит делать. Первое, вы начинаете делать то, что вы любите. Как правило, это что-то вы уже делаете. То есть вы это чуть-чуть больше масштабируете. Делаете не только для своей семьи, а еще немножко больше для кого-нибудь другого. Вам нужно выбрать какой-то период, с которым вы работаете, и, например, еженедельно повторять одно и то же, например, выпечку одного и того же торта, чтобы люди понимали, что именно в это время можно сделать заказ. Нужно озаботиться упаковкой, потому что торт на салфетке просто или торт, опять же, в какой-то красивой, но дешевой крафтовой упаковке выглядит более достойно. По поводу продвижения в интернете сейчас самое популярное – это Инстаграм. То есть вам нужно сделать красивые фотографии и обязательно описание. Описание должно включать продукты, которые вы используете, желательно калорийность, срок, когда это изготовлено и срок хранения. Картинка должна быть вкусной, чтобы люди посмотрели, и в то же время она должна быть очень достоверной. Если мы говорим, например, не о интернете, а о реальности, то это может быть банальный рынок. Там есть сейчас места, выделенные специально, например, для хлебопеков, для кондитеров домашних, для тех же производителей, которые выращивают овощи и фрукты, либо это могут быть какие-то ярмарки. Их сейчас проходит достаточно много. И самое основное, когда вы делаете, и вдруг сначала покупали, 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 а потом резко, например, перестали, не отчаиваться никогда. То есть продолжать делать то, что делали. Подумайте над изменением ассортимента, вида внешнего, что-то вот, может быть, добавить, либо вообще что-то поменять. Но не нужно останавливаться. Возвращаясь к теме производства домашнего сыра и других молочных продуктов, обращаемся за комментарием в налоговую инспекцию, на заметку всем, кто заинтересовался крафтовым сыроварением. Реализовывать молочные и кисломолочные продукты, в том числе и в переработанном виде, физические лица имеют право, не регистрируясь в качестве индивидуального предпринимателя. Так как данные продукты относятся к продукции животноводства, то доходы, полученные от реализации, освобождаются от уплаты подоходного налога. Такое освобождение производится при условии предоставления плательщикам справки, которая выдается местным исполнительным или распорядительным органам. В этой справке указывается, что реализуемая продукция произведена физическим лицом, либо лицами, состоящими с ним в отношении близкого родства, на земельном участке, находящемся на территории Республики Беларусь. И этот земельный участок предоставлен для строительства и обслуживания жилого дома, ведения личного подсобного хозяйства. Если такая справка отсутствует, то освобождение от уплаты подоходного налога предоставляется на основании информации местного распорядительного или исполнительного органа, подтверждающий, что реализуемая продукция произведена физическим лицом. В том же случае, если при выращивании, переработке или реализации продукции используется труд наемных работников, то необходимо зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, либо создать частное унитарное предприятие или фермерское хозяйство. А сейчас я буду собирать заказы. Вот я вам покажу, как я собираю, упаковываю заказы. Беларусь – это не сырная страна, то есть это не покупка каждого дня. Я вам для примера скажу, что по последним данным итальянцы тратят до 30% своего продуктового бюджета, своего семейного, тратят на сыр, треть примерно. В Беларуси, на это данные неточные, от 3 до 5%. Люди делают покупки редко, нужно больше клиентов, чтобы постоянный уровень продаж поддерживать. И мы как-то сразу ушли в Инстаграм. Наша целевая аудитория – это женщины от 25 до 35 лет, это та основная группа, они активно все пользуются Инстаграмом. Очень много у нас молодых мам, которые с детьми сидят дома. Вот это прямо вот, наверное, 80%. У нас есть там, опять же, 10-15 из клиентов постоянных, которые берут часто, помногу. Вот это в основном люди, которые поездили именно в Европу, где-то побыли. То есть у них есть вот этот вот кулинарный опыт, им там понравилось, они захотели здесь найти что-то похожее, увидели, и вот такое сотрудничество. Мы пробовали формировать цену, высчитывать себе стоимость. Люди не будут покупать этот сыр, потому что он получается очень дорогой. В среднем из 10 литров молока получается килограмм сыра. Вы возьмите, посчитайте, сколько стоит 10 литров молока по магазинным ценам. Я не беру заквасочные культуры, которые тоже очень дорого стоят. Я не беру сычужный фермент, я соль не беру, я не беру электроэнергию. Я этого ничего не считаю. Просто берем молоко, сырье. Вот посчитайте. В таком маленьком хозяйстве продукт не может стоить дешево, потому что это ручной труд. Из-за того, что мы только вдвоем, мы никого не привлекаем, нам удается где-то вот цены поддерживать на уровне евроопта. То есть мы берем какие-то там польские, литовские сорта. Вот иногда там голландский сыр какой-то сравниваем. И это при том, что там, если удается где-то этикеточку найти, то этот сырок, он все-таки промышленный. То есть там не 4 компонента, как у нас молоко, фермент, закваски и соль. Там уже и загустители есть, и эмульгаторы, консерванты. И какой бы он ни был, он уже не может называться эко. Варка сыра – это самое простое. Вот потом уход. Потому что если ты неправильно будешь ухаживать за сыром, то у тебя не получится тот вкус, которого ты ожидаешь. Нету дня, чтобы я не занималась сыром. Я его переворачиваю, я его проверяю, если на нем выросла излишняя плесень. Я его мою, протираю, чем-то натираю. То есть это процесс, который требует ежедневного внимания. То есть ты все время должен знать на подсознании, как маленькие дети, что нельзя просто мимо пройти. Сыр – это древнейший продукт. Его варили тысячи лет назад, когда еще никаких не было присадок и примочек. Придерживаемся просто такой технологии. Ну, это, может быть, слишком пафосно звучит, но мне бы хотелось заниматься популяризаторством сыра. Потому что мне бы очень хотелось рассказывать, как его правильно есть, с чем его есть, для чего вообще он нужен, почему его люди вообще едят. Положить утром сыр на бутерброд – это правильно только с одной стороны. Там есть два вида сыра, которые можно так есть. Остальные сыры нужно есть как-то с фантазией. И я уже тоже в своих видео рассказываю, что продукт этот не дешевый. И порубать его ножом и съесть батоном – это неправильно. То есть есть культура потребления. Не хочется про это рассказывать. Это работа такая с душой. Он уже через руки проходит каждый день. Каждый день его осматривают, за ним ухаживать надо. Это очень интересный процесс, захватывающий на самом деле. И очень тяжелый физически, очень тяжелый. Отнимает практически все мое время. Это творчество. Это как на любой кухне, любая хозяйка, она все время вот что-то творит. Вот и я творю. Переработка молока собственного подборья для наших героев стало маленьким семейным делом, у которого, на мой взгляд, большое будущее. И это яркий пример того, как творческий и ответственный подход к делу определил успех проекта. Это была программа «Бизнес-план». До встречи в следующих выпусках.